Начертят схему в специальной компьютерной программе и соберут реверсивный электродвигатель. В столицу Самотлора съехали студенты-электромонтеры со всей Югры. Представители 13 СУЗов выявят лучших в региональном этапе Всероссийской Олимпиады. За ходом испытаний будущих электриков следила Наталья Дубакова. В том, что электроэнергетика – дело не женское, уверен каждый мужчина. Но стереотипы ломаются, когда в Олимпиаде профмастерства среди студентов-электриков встречается девушка. Например, представительница Лангипасского политехнического колледжа с шуруповертом и деталями реверсивного электродвигателя справляется не хуже парней. Не совсем девичья эта профессия, но это наш, как сказать, конек. Мы решили выдвинуть девушку. В теоретическом плане подготавливались, нам были предоставлены примерные задания. То есть они учили теорию, отвечали на тесты. В практическом собирали схемы, работали с двигателями электрическими. Региональный этап Всероссийской Олимпиады для студентов-электромонтеров СУЗов в Югре проводится лишь второй раз. Но его популярность видна невооруженным взглядом. Мало того, что участников более двух десятков, так еще и не попавшие непосредственно на Олимпиаду приходят посмотреть на конкурсантов. Это честь для нашего колледжа, а также для студентов, которые участвуют, и для всего дома города. Устребовано и многие производства нуждаются в этом. Формат Олимпиады ничем не отличается от конкурсов профмастерства «Славим человека труда». Сначала теория, затем практика. Причем в практическую часть организаторы включили сборку электродвигателя и начертание схемы в специальной компьютерной программе. Региональный этап Всероссийской Олимпиады. А задания уже определены Министерством образования. И мы берем типовые задания оттуда. Поэтому, конечно, мы свое добавили. Конечно, участвовали очень большое количество людей. Около 20 задействовано было по подготовке заданий. Оценивают конкурсантов члены жюри, специалисты в области электроэнергетики из крупных предприятий отрасли. Многие из экспертов в прошлом закончили Нижневартовский политехнический коридж и тоже принимали участие в соревнованиях. Правда, местного уровня. Волнение на другом уровне, это даже не скажу. Правда. Потому что, когда участвовали мы, это все-таки между своими ребятами. Тут главное было участие. А тут все-таки, мне кажется, каждый участник хочет победить, чтобы поехать и показать свои силы на России. Как отмечают организаторы, подобные олимпиады стимулируют студентов для дальнейшего развития. А о том, насколько популярны рабочие специальности среди молодежи сегодня, можно судить по количеству желающих поступить в СУЗы Югры. Ежегодно это порядка 4 тысяч человек. Наталья Дубакова, Евгений Лоскутников, телекомпания Югра, Нижневартовск.